Астана В этот день проходило традиционное августовское совещание педагогов, но впервые двери для педагогической общественности распахнул великолепный Дворец Независимости, составляющий вместе с окружающими величественными зданиями грандиозный архитектурный ансамбль. В работе совещания приняли участие Акимгорода, представители Министерства образования, депутаты парламента Республики Казахстан и городского Маслихата, представители творческой и научной интеллигенции, педагоги, социальные партнеры, ветераны педагогического труда и другие. Совещание впервые шло в новом формате. Организаторы решили провести круглый стол по актуальной теме «Модернизация Казахстана 3.0. Вклад образования». Открывая совещание, руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин отметил, что число школьников столицы за 7 лет выросло почти вдвое и составляет на сегодняшний день более 145 тысяч. Возросло и количество педагогов. В 420 организациях образования их работает более 14 тысяч. Вместе с тем ощущается и острая нехватка педагогических кадров, учителей начальных классов с русским языком обучения и воспитателей детских садов. С большим и интересным докладом выступил Аким Астаны Асет Исикешев. Он подчеркнул, что этот год особенный, так как выставка «Экспо-2017» явилась мощным образовательным проектом для тысяч юных казахстанцев. В реализации новой программы развития образования Аким столицы выделил 7 основных приоритетов. Развитие образовательной инфраструктуры, создание комфортной и эффективной обучающей среды, автоматизации услуг и внедрение облачных технологий. Развитие автономии через деятельность попечительских советов и ученическое самоуправление. Повышение качества образования и кадрового потенциала. На совещании выступил ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан Арын Усариев, который обратил внимание слушателей на внедрение пилотного проекта по обучению на английском языке. Президент Назарбаев университета Шигео Кацу остановился в своем выступлении на пяти важных аспектах, чтобы сделать образование более эффективным. Отметив уникальное географическое положение Казахстана, который издавна служил мостом между цивилизацией. Куляш Шамшиддинова, председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ, посвятила свое выступление обновлению содержания образования с учетом развития цифрового интеллекта. Использованию семи ценностей, включенных в программу Менгелик-Ель, и эффективных подходов к обучению, деятельностного, спирального и интегрированного. Затем состоялся активный обмен мнениями по теме совещания. После этого, по традиции, прошла церемония награждения лучших работников образования столицы. В их числе заслуженно оказалась и заместитель директора по воспитательной работе Дворца школьников имени Махабета Утимисова Алмагуль Борисовна Джапарова. Она получила почетное звание и медаль Ибрая Алтынсарина за многолетний, неустанный педагогический труд последние годы на Неве дополнительного образования. Дворец школьников имени Махабета Утимисова был и остается лидером среди учреждений дополнительного образования, а созданный там недавно уникальный ансамбль барабанщиц стал украшением всех городских мероприятий. В успехах Дворца, несомненно, есть заслуга и Алмагуль Джапаровой. На сегодня, наверное, вот этот нагрудный знак – это результат моего труда вообще в образовании в целом. Поэтому я сегодня благодарна своему директору Вадиму Васильевичу. Эта награда стимулирует меня в дальнейшей работе. Будем дальше работать, совершенствоваться, творить, искать, фантазировать, смотреть в будущее. Заключительным аккордом совещания стало вручение ключей от квартир. Десять педагогов получили квартиры. Это огромная радость и дополнительный стимул к работе. Закончилось совещание. Впереди у педагогов новый учебный год с его радостями и сложностями, неожиданными сюрпризами и запрограммированными победами. Пожелаем успехов всем педагогам в их нелегком труде, в том числе и сегодняшней победительнице, отмеченной высокой наградой – Алмагуль Борисовне Джапаровой. Субтитры создавал DimaTorzok